итак здорово всем ну сегодня забыл рукавички дома так что не обессудьте руки будут в карманах то есть это не неуважение пацаны это не ни в коем случае не неуважение к вам у нас сегодня спец выпуск почему решил потому что автомобиль смотрите вот он как бы по сути он дешевый то есть приобретался за 150 тысяч рублей на рынке он стоит от 150 до там допустим 250 да вот именно наш там допустим год девяносто восьмой примерно приблизительно то есть цена маленькая для машины хоть и год большой и спецвыпуск потому что якобы можно сказать что я даю еще какой-то шанс людям вот стоза до пересесть на иномарочку кого пацаны то есть ну такой шанс еще даю потому что ну многие пишут что я я я пацаны ну я как бы может конечно немножко мотивирует знаете то есть понятное дело что по жизни вам думают надо самим разбираться что как запчасти цены вебусь там столб не вебусь выжил не выжил это все от ваш от вас зависит не более то есть мне просто нужно на пальцах показать тем более что вот есть пожалуйста экземпляр то есть мы сейчас посмотрим что случилось с автомобилем за 18 лет пользования плюс если ну просто приблизительно вот у тебя есть 200 тысяч рублей да и ты хочешь приобрести данное транспортное средство то есть сделала вывод сможешь ли ты его содержать вот даже эти копеечки больше нету да вот лишние копейки все у тебя 200 сможешь ли ты его содержать это там данную машину после 1000 реально ты сейчас легко сегодня можешь пересесть допустим там с той же самой приоры динашки и так далее с любого таза с него даже если хочешь грубо говоря вот на эту данную машину то есть это автомобиль из серии автомобиль примерно за 200 тысяч рублей почему за 200 если так вот график рисовать просто вот приблизительно вот график такой да вот у нас вот начинается у нас такая вот полосочка об и пик пошел то есть вот это у нас цена начинается от 0 до бесконечности а это у нас количество тех бушных автомобилей на рынке до которые вот людям нужны то есть она начинается примерно от 150 и вот он пик пошел 200 300 400 500 ближе к миллиону опа падает получается что как бы что имею ввиду вот он таких машин дохрена выбор просто огромный пижо citroen и аудюшки наши любимые бмв в любом кузове просто море и вот данное транспортное средство у нас сегодня здесь можно принципе пощупать его значит там история кузова кто проектировал дизайнер это вам понятное дело не надо как бы ну и вам как бы нет и нет и не надо по любому и у меня есть нормальная тачка вам надо это вам что надо чтобы она была не битая понятное дело не крашеная понятное дело не утоплене чтобы она не ездила где-то в казахстане там и в моим махачкале вот нам что надо чтобы она просто была как бы сама по себе целая то есть именно говоря вот про то же самый кузов он оцинкованный полностью вот вот полностью кроме крыши все оцинковано понятно зеркала пластмассовые все кроме крыши вот я как бы не знаю это экономия на производстве или так надо не знаю может быть просто приспособление которое такое за крышу хватает кузов и опускает какую-то ванну там с цинком да допустим где вот он кузов обрабатывается и чтобы сам этот крепеж который крепится к крыше чтобы он сам не испачкался в цинке поэтому как бы не до конца типа кузов опускает может быть просто стояли два инженера которые так вот все давай все сейчас цинканем все кроме крыши вот так вот будет то есть машина будет ездить они такие думали на хрен крышу цинковать тачка будет летать на самом деле вот реально прошло 18 лет гнилухи как так называемые гнилушки ее просто здесь нету то есть я прошел по кузову покрывал двери пороги понятное дело спросил у владельца что там под днищем и так далее то есть он сказал вообще то есть ну нету ни к чему придраться то есть если натуре натуре тачки с небита да как вы говорите не крашена то она как бы ну не гниет то есть вот пожалуйста я все прекрасно понимаю пробег там вы скажете маленький стоя тачка стояла гараже но на сегодняшний день у этих машин у большинства 90 процентов неизвестная история вообще автомобиля то есть просто ее не пробить ее не пробить по базам гигбдд вы не сможете делать это платно и так далее то есть действительно уже там чуть ли не некоторых машин птс не второй дубликат то есть там количество владельцев даже неизвестно представляете просто неизвестно поэтому конечно же за история неизвестно билась тачка не билась тоже проходить смотреть щупать но опять же когда ты покупаешь машину за сто пятьдесят тысяч рублей неужели ты хочешь с толщиной метром такой ты досконально все смотришь вот открываешь дверь приблизительно оп во первых я сразу что удивился вот у нас есть такая накладка на пороге peugeot вот сама дверь вот дверь то есть ну помимо того что есть просто все чисто машина вымота действительно нет никаких жуков просто их нету то есть вот дренажное отверстие там снизу никаких очагов вот именно коррозии идеально если честно выглядит то есть у меня даже на мазе уже жуки появились здесь такого конечно же ничего нет то есть вот здесь снизу здесь 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 пороге причем здесь вот видно даже ну да наклейка вот это реально наклейка то есть чтобы не пескоструева и так далее фиг знает завода это ли не завода но по крайней мере жуков вообще как бы нету также здесь также крылья вот арки все нормальное состояние та же самая крыша которую не цинковали она в принципе вот у нас в идеальном состоянии ну возможно да возможно нам повезло что действительно достался экземпляр который ну скажем так зимой стоял гараже нам просто как бы повезло но вы сами прекрасно понимаете что везет не только мне не только владельцу также вы абсолютно можете найти любой вообще автомобиль который в нормальном состоянии то есть все зависит тупо от вас вот пожалуйста действительно ну нету нихрена до колопаться как бы нечего не до чего я не профессионал не могу сказать может быть кузов там знаете вы скажете полосу перекрашенный по жизни да вот так вот если думать возможно все и могут профессионалы сделать лучше чем на заводе то есть здесь у нас вот получилось есть протертость такая маленькая это уже со временем трется об эту резинку здесь раз резина два резина поверх такая же что кстати компоновка как на десятке или на логане то есть двери заходят на крышу получается вот у нас здесь то есть 9 открываешь когда снег наверху лежит он падает салон но это как бы все мелочи со стороны вот реально машина смотрится как бы ну свежо ты желт как она смотрится сзади на пока покажем сзади то есть вот он это нас дорестайл тут немножко другие фары 406 кстати шрифт реально шрифт такое ощущение что это вот уже сам владелец доделал несколько такие веселые цифры получились багажник открывается у нас с этой кнопки открываешь крышка кстати очень маленькая сама по себе хотя проем ну проем большой то есть он как-то у нас именно вдали увеличивается а вот они вверх вверху на самом деле маленький то есть если здесь было бы так херше запихаешь а так вот нормально все ручка имеется еду ну такой материал у нас эти штуки крепежи наши они прячутся у нас внутрь вот такие дела дальше идем что касается проблем вообще как бы но у некоторых людей опять но это годы то есть тут ну никто тут не виноват то есть не старый владелец то что он там резко газ нажимал но никто уже это не сделал даже . пускай она стоит постоянно гараже все равно у людей такие проблемы как вот течь радиатора вот печки ну реально здесь нас такого нет к счастью а вообще у людей она текет причем ну и как-никак она не прям там ручьем текет она просто начнет капать потихоньку она так вот немножко ссыть ссыть в салон и под ковриком получается нас влага то есть вот под ковриком здесь нас пол сухой пол сухой поэтому проблем не то у людей конечно же доходит до такой степени что вот антифриз реально да вот он капает начинает стекла потеть начинает башка или болит это же вообще яд и вот начинаются проблемы доходят до того что они даже зимой льют воду радиатор чтобы не воняло и так дальше как-то можно было хоть передвигаться хоть чуть-чуть у нас к сожалению к счастью этого нету я кстати когда я открыл владельца сразу спросил что это такое то есть я думал что это какое-то приспособление то есть неотнощащиеся к регулировке к регулировке оказывается это вот то есть это реально домкрат то есть я такого просто я я такого просто первый раз жизни вижу сколько тачек было как так придумали а варите здесь такой же кронштейн то действительно такие они скажем так веселые у нас приблуды так ну ладно идем дальше идем дальше здесь нас под дерево то есть это как можно сказать на любителя вот такая ставка также салоне все это дело потом конечно же заценим что касается технического плана вот передняя подвеска у нас она простая я посмотрел по каталогам бьется все отдельно бьется шаровая блюдца соленблоки то есть она просто обычная марк ферсон то есть там спереди по большому счету один рычаг внизу стоит этот трехточный все вся основная загвоздка у нас находится сзади у нас подвеска там независимая и она как бы подруливающие то есть тогда какая-то рулевая тяга блять на хуй они это делают дело то что смотри даже на сегодняшний день да и раньше в принципе было там взять тоже не знаю ну были 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 машины когда в зависимости от двигателя менялись не только допустим передние диски до тормозные вот именно самых объем как здесь здесь и пусть они разные да допустим взять мощный или слабый двигатель но еще задняя подвеска то есть если я слабые моторы они ставят балку взять просто ту же самую skoda октавию новую да если там балка на относительно говоря конечно сейчас не затролите относительно говоря слабых двигателей на топовый они поставили уже конечно много рычажку здесь это было конечно же лишнее экспериментировали экспериментировали до сих пор на сегодня что все экспериментируют эти производители каждый как бы хочет кому-то что-то угодить кому-то что-то доказать я не знаю вырваться как-то в лидеры или просто благодаря каким-то таким приспособлением лишний раз себя ну не пиарить что ли какая-то знаете как как говорится даже пускай будет плохо но обо мне заговорят некоторых людей как бы это не смущает и вот по ходу дела но данная такая же ситуация зачем на слабый двигатель 1.6 там 1.8 дизель допустим то же самое зачем ставить вот именно много рычажку с подруливающим эффектом на такие машины это не спорт какой-то версии это не кино такси зачем это было сделано то есть это действительно лишнее и по-любому тот человек который покупал допустим автомобиль со слабым двигателем он бы ни разу в жизни бы не запарился что вот ай блять ёптворот нахуй сука хотел же многорычажку а получилась балка тем более что самопроизводитель стопудово бы на этом реально сэкономил это вот косяки где люди действительно там перебирают некоторые эти втулочки подруливающие вот этого эффекта но опять посмотрел по каталогам это все дешево то есть подвеска сама сзади как немножко усложнена но не так сильно чтобы просто напросто куда-то в сервис гнать там какие-то съемники все можно сделать самому косяк с подвеской еще такое что передний маленький выворот колеса то есть мы еще сядем конечно прокатимся и большой радиус разворота то есть людей на многих напрягает принципе это все правильно так посмотрим что у нас под капотом сейчас такой рычаг далеко очень спрятали его опа посмотрим под капотом вообще но смотри вот этот внешность да вот эта внешность она узнаваемая все помнят такой кинофильм такую киноленту это как такси и самое вообще для меня просто я когда решил снимать этот автомобиль только вспоминаю ну я же блять фанат я же реально смотрел эти серии там такси 1 такси 2 такси 3 там столько всяких было моментов они на ней гоняли там летали ёпта хули о чем ты говоришь и я задумался сука какой там стоит двигатель блять и вот сколько они серийно снимали я так и не увидел какой там стоит двигатель блять и пацаны я отвечаю нас на ебали на хуй у нас машина не летает блять это просто у них какой-то тюнинг сейчас я все вам распедали так здесь понравилось что у нас стоят эти упоры на эту машину ставились 6 разных двигателей дизелек как обычно пацаны молодцы дизели и бензины то есть самый маломощный там они ставили 1 и 6 там что-то 80 лошадиных сил про него вообще лучше не говорить нахрен чтобы вообще про него не знали просто брать его не надо потом идет 18 также 2 литра 8 глапана 6 короче нахуй это надо самый мощный вообще это вот допустим тот трехлитровый пойди во всем конечно 2 и 9 но трехлитровый доли сталинговый по моему то 190 лошадиных сил то есть это понимаете это вот 3 литра в 6 спиндюрили сюда маленький моторный щит вот этот объем и получилось 190 лошадиных сил всего почему потому что старые технологии еще не делали там какие-то суперские технологии типа фазовращателей там изменяемые геометрии на впуске это ничего не делалось никаких непосредственных впрысков поэтому мало лошадиных сил это поднимать это времена влада ласташевского это вот и те времена когда ласташевский был на пике у него кстати был такой же автомобиль и вот пожалуйста на чем он придвигался пожалуйста пацаны и звезды ездили на этих машинах и просто напросто кайфовали я просто не знаю на чем он сейчас ездит по ходу дела ни на чем он вообще не ездит вот ну раньше было ему как бы скажем так заебись нах у нас 2 литра вот peugeot смотрите какого у нас это хотел сказать голограмма начну вас какой шильдик находится блестященький это 2 литра 16 клапанный двигатель ну рассказывать про него то есть бессмысленно про какие-то болячки то есть и сами даже понимаешь то если до сегодняшний день эта машина ездит передвигается значит какие-то если бы были слабые места они бы уже давно вылезли там какой-то шатун там гнется там при каком-то там обороте на каких-то там плохих свойствах масла это все давно больше все вылезло я нашел на форум начала смотреть или стать просто был блять я как бы ну часто про машины читаю но чтоб там было такого во первых нам много всяких нюансов из-за того что очень много всяких различных двигателей да то есть там в 8 клапаны и там двухлитровый в двухлитровых турбины у всех разные проблемы как бы и и списано все нахуй там сломаться грубо говоря может абсолютно все может тросик порваться вот у вас дроссельные заслонки блять доход до этого доход даже до того можно сломаться у нас его съемные колпачки ремень порваться может здесь что-то затраила трубочка вот это вот нас вакуумная там все это все разъебалось нахуй все тачка встает и дело в том что она начинает троить и вот эти все записи затраила там с утра затраила на горячую плохо заводится плавают обороты и вот они там даваем друг другу советуют почисти нахуй дроссель и ты понимаешь и ты как бы столкнулся с одной проблемой я отвечаю после этого ты изучил всю систему вообще двигателя целиком то есть там то зато что-то заводы там на коленке коробка передач собирает это все хуйня полная после того что здесь то есть после двух владения примерно два года владения ты изучаешь полностью систему от клапана там игр нахуй как углушить и так далее просто действительно много слишком проблем и неизвестно знаешь что он затраил да вот он затраил двигатель да есть диагностический штекер наху ты можешь посмотреть продиагностировать из программы все это в доступе в обычном но ты сможешь решить проблему никогда в жизни именно по диагностике да вот такая вот система завелась чтобы сложновато система таблетит опять же тени таз нахуй это не карбюратор блять действительно надо понимать что может сломаться абсолютно все нахуй владелец говорит ездил на этого автомобиля в отпуск это чисто за того что у нас хороший экземпляр если ты найдешь который конечно же будет течь клапанная крышка еще что то то понятное дело что пацан ты блять сиди дома нахуй ты вообще реально сиди дома ехать никуда не надо тебе а так что можно сказать из нюансов нахуй ну чё здесь какие могут быть во первых ремень грм кстати посмотрел видеоотчет меняется блять легче чем на тазах на фокусах и так далее разбирается вот эта блять подушка нахуй снимается там даже метки выставлять на там просто болтик засовываешь нахуй эти шкивы блять в коленвал и так далее единственная проблема самая большая это просто болт шкива открутите все также есть нюанс вот это у нас фильтр причем как мы сами видим нету нихрена из этого забора воздуха найти бывает где-то здесь там сбоку блять здесь она у нас находится там снизу он патрубок идет там патрубок идет короче вниз и дело то что он сосет воздух снизу блять из-под фары нахуй там где вниз где у нас даже мой противотуманка он находится там и по паспорту даже написано что этот автомобиль не должен преодолевать брод там какой-то больше 20 сантиметров то есть этого столько то есть он заехал и захлебнулся ну по паспорту понятно дело что это полный пиздеж но ты должен понять что забор воздуха у тебя с самого низа люди это не конструкции это не не особенности нашего двигателя блять на дизель нахуй на v6 на везде на вебали его сделал постоянно вот эта проблема люди делают тюнинг тюнинг делает но я не знаю как это вообще влияет на сам автомобиль после этого просто это же все как-то все-таки рассчитано там есть резонатор нахуй на впуске блять как-то вот они измеряют сам вот этот всасываемую площадь на хуй и самого воздуховода они там поцепляется хомутиком в ебекс нахуй куда-то сюда выводит он здесь торчит у него блять все они люди так делают ну типа чтобы не было гидроудара там да то что вода попала и так далее то есть такие нюансы как бы но говорю я на самом деле все изучено все моменты блять все это нахуй все это какие фирмы брать там какой дроссель если тебе там что-то навернулась там и так далее все это делалось что касается здесь ну вот нас номера кстати номера по всей машине идут на стеклах идут и так далее кнопка но это понимаешь что кнопка при аварии то есть чтобы чтобы запустить двигатель мало ли чё какая-то была резкая потряска или встряска салонный фильтр у нас находится здесь то есть эта штука снимается вот эта штука снимается он там находится момент такой что если у тебя его нет туда вот бывает некоторых машинах загрязняется фильтр я не просто вытаскивать без него едет да нахрена таких машин здесь так лучше не делать просто под фильтром сразу находится печка вентилятор то есть если будет попадать песок там что-то листья какие-то то это уже кирдыка пацаны там а так у нас здесь две проушины вы сами можете наблюдать то есть ну размер принципе небольшой этот реально моторный щит такой вот но отсек он принципе как вот в десятке нахуй здесь мы вообще мало да но как как-то они сумели же запихать сюда в 6 3 литровый вставляете как-то сумели запихать то есть получается что это можно сделать а так буквально все понятно ну именно понятно в плане то что везде можно подлезть как вы сами видите что место до хрена вот и опять же товарищи пыжаводы вот эти которые люди любят 406 там некоторые люди меня этом первая захотел рестайлинговая машина я взял поменял они это все уже давно изучили и так далее вот так вот крышка кстати у нас я не знаю все это связано возможно снимали капот неправильно сбихали может быть просто-напросто был какой-то удар незначительный короче нужно все так замок чик сделать на самом деле это все регулируется не знаю может это все делать так что касается безопасности попросили про нее говорить про безопасность типа ну скажем так что она здесь какая же как ну в некси то есть можно сказать что нету там получил этот кузов одну звезду там или две зависит от себя было его с рестайлинг или допустим как наш кузов то есть ну реально машина ну она не то что безопасно небезопасно но вот мало звезд получила из-за того что блять при каком-то фронтовом ударе слишком сильно гнется кузов а б с у нас есть в базе наху стоялась на все машины и спи курсовой стоимости не ставилось вообще нигде также зависимости от двигателя сзади или барабаны или дисковые тормоза подушка водителя была уже тоже в базе пассажира как опция и так сели в салон значит вот как выглядит ключ для 98 года принципе достойно так вставляем зажигание смотрим как бы на приборную панель сейчас первое положение вот второе что интересно помимо того что загорается всякие различные лампочки дом пробег там да вот это давление масла вот у нас получается щуп уровень масла находится и помимо того что находится в подкапотном пространстве также можно посмотреть это дело все это здесь от фарки включу вот ну нас как бы сейчас на минимуме чуть больше минимума то есть получается чуть машинка постоит вот она сама пол ну ладно не суть заводим так вообще сразу первые впечатления ну опять у нас хорошая состояние автомобиля плюс у нас нормальная комплектация то есть нас вот какое дерево дойдет но и дерево под дерево пластмасса также здесь климат-контроль есть вот пожалуйста все это дело у нас есть тут опять звонит выключим товарищи этого маленький экранчик но для опять 98 года машина также эти еще раньше года есть вот ну как то вот так вот все это выглядит есть температура там радио показывают 103 фм да и такие вещи здесь нас климат маленький тоже опять экранчик такой красного цвета ну все понятно то есть вот кнопки нажимаешь там два в лицо там многие там сила птула приблиться кнопкой также кнопка авто причем нажимаем когда включается кондиционер немножко такой звук появляется что что-то напрягается но чуть-чуть кого совсем поэтому ты сидела отключаем отключаем это отключается так аварийка мигает не кнопка мигает у нас лампочка лево-право одно касание понятное дело нету что еще мне интересно стало это вот именно прнд который дублирует нас коробка автомат вот видите как это дело выглядит достаточно интересно то есть я вот щелкаю у нас маленькая маленькая лампочка совсем маленькая она вот постоянно двигается туда-сюда туда-сюда то есть такое решение вижу первого ну практически вся коробка вынесена сюда то есть как она здесь выглядит так же выглядит она абсолютно и здесь то есть вот маленькая коробочка у нас есть спорт режим режим для снега типа плавная там стартом типа со второй и принудительно 2 ску первая скорость также по рнд 3 2 начнем с коробочки пацаны все остается как механика такого допустим наш автомат если механика самая надежная долго ездит никаких проблем то именно с автоматом не то что какие-то проблемы да допустим не то чтобы она слабая дело в том что она фирмы zf и больная тема вот эта коробка zf я не знаю почему и на французы до решили вместо своих там all 4 воткнуть именно вот эту zf ску и фирму которая ставится на бренды там типа audi bmw там mercedes не знаю то есть зачем они сюда воткнули дело в том что если она будет у вас ломаться именно сам автомат то запчасти будут очень дорогие то есть сама вот это как бы peugeot как такого не такой бренд допустим как audi да то же самое то есть если за audi у тебя коробка zf сломалась то есть ты кого платишь ты знаешь что ты платишь типа за audi там возможно там у тебя какой-то quattro и так далее то здесь принципе полного привода не бывает здесь вот допустим у нас 2 литра атмосферный двигатель как бы получается но коробка если ты будешь ее делать то это влетит реально в копеечку то есть маленькие запчатчики стоит просто очень дорого владелец уже менял масло в коробке стоит реально очень дорого то есть менялась она частями и так далее так опять зависимости от комплектации есть у вас вот эти автоматический стеклоподъемник то есть задние регулировки зеркал принципе здесь все понятно также здесь управление магнитолой вот она как выведена я сначала думал так круиз-контроль то есть это магнитола также вас магнитола кассетная то есть вот кассета я такой вижу первый раз жизни фильм сказать и кассетка магнитола philips но звучание попробовали скажем так она обычно не самое крутое вот эта штука она продается на различных сайтах то есть что сделать чтобы не слушать допустим кассетную музыку таких автомобилях то есть и покупаешь такую штуку здесь пленки нету есть просто есть этот ролик который считывает информацию с которой учитывают 10 провод вот подсоединен нас получается просто к обычному телефону телефон но не суть и совая кассету совая кассету то есть совая кассету нажимаешь она пропадает до лучшего повод оторвется и провод остается на месте все мы готовы начинают вас играть отвечает играть и музыка идет у вас самого телефона то есть на кассете как такого нихрена нету то есть что это получается вкратце это просто вывод аукс просто аукс вывели еще то есть я там еще перепаивать колхозить вставлять все другую магнитолу можно именно пользоваться вот пожалуйста таким проводом то есть любой носитель можно сюда втыкнуть ну да не самое лучшее звучание но для каких-то таких вот не слишком там людей которые там не знаешь такое сольфейджи вода который не знаешь такое да им как бы в принципе этого звука достаточно потому что ну не мел так не для меломанов на короче принципе за глаза и за уши дальше у нас что идет ну здесь у нас отсек для сигарет для прикуривателей ручник здесь у нас ну просто стандартная схема просто что если есть момент это на каждого скажем так пассажиры есть вот такой подлокотник ну удобно чего базара нет так руль это ну пластмасса у нас это не не кожа здесь нота сигнал как в логане находится вот он с этой стороны приколисты пацаны здесь у нас маленькие козыречки подсветка там у нас по идее должен быть мир микрофон у нас у понятного дела там нету так молодец как есть тикдаун возможно он есть тут в настройках потому что ногой он не чувствует то есть педаль нажимается от упора до упора без каких-либо сопротивлений то есть когда он так ну чтобы просто понимали что такое то есть нажимается там практически 80 процентов педали и остается кнопочка маленькой так она даже щелкает бывает некоторых автомобилях тут этого нету но в настройках это вроде бы как бы есть так тут у нас есть датчик дождя вот он находится на себя себя для этого года тоже принципе как бы ну я думаю что это нормально сидел щелка я вот так вот начал делать даже я думаю что это дворники громкостью это дело привычки так ставим коробку в prnd так называемый но есть небольшие такие подергивания но это все опять же это все в пределах то есть так что там бабах там такой вот у вас удар был конечно же здесь нет она если это появится пацаны везда ну просто продавайте тачку нахрен серьезно просто ремонт будет иной раз дороже чем сам автомобиль стоить так ну вот пожалуйста немножко прокатимся сейчас товарищ сзади догоняет объедет у нас . пуляете сейчас мы пропустим товарища но вот что какие вообще ощущения во первых автомат едет нормально таких особых потупой нет как обычный как он едет так он едет машина крестит на буксуют нас нету тут не антибукса не никаких бросовых устойчивостей то есть динамику не проверить но вы должны прекрасно понимать что от 132 лошадиных сил какой-то особой динамики как бы ждать не стоит тут что надо чтобы она просто не не купила и так радио разворота сказали большой на самом деле он небольшой если вам кажется что вы не можете припарковаться и так далее то у вас просто действительно руки не потом заточены нормальный разворот обычно обычный а так она реально буксует вот у нас снег то есть есть невозможно снег мягкий что касается управляемости руль на самом деле стоял на месте он был какой-то легкий сейчас поехал реально тугой туговатый вот так возможно кажется машина мягкая не валкая но она мягкая такая вот она никаких лишних шумов по крайней мере с подвески опять у нас ничего нету не нормально с эти яйца действительно нормальные яйца опять же для 98 года но я знаю с чем обычно машину это сравнивают с audi a4 не знаю ее сравнивать наверно хотя она в принципе с того же варианта если честно вот мне знаете на что похоже эта машина это похоже на skoda octavia туру которая первая самая была что тут что-то такой вот есть на эти возможно нельзя сравнивать эти машины но по крайней мере какой-то эти она вот она реально такая маленькая сам все размерами взбитая такая крепкая не ломучая ну что-то такое похоже знаете вот похоже как-то накручение то есть если на конкуренты какого-то искать за эти деньги даже хер на чем я то есть ну это получается машина дешевле опять же чем какие-то другие конкуренты так раз когда звук такой у нас кассета получит кассета да это городские ряда наши филиппы ну надо просто разбираться понятное дело так в принципе как видите сами все работает вот такая машинка пацаны я знаю но для тех людей которые все таки все все равно предпочитает нахуй какую-то таза то есть но они не надо надо бояться повесили нужно просто попробовать переосилить а если у тебя не знаю друзья те же самые то заводы просто блядь если реальность вису для оттазоводы дать паштих на хуй друзьями анти хорошим будет не теченье научить на если ты там сам договори что да мне это надо мне это надо мне нужен поздоху то блядь сейчас своя дорога на гибать тебя в рот похуй бы а если друзья бля скажи мне на хуй мы пастная прям пиздячих ставим даем друзьям вот что не заставляет нас на тазах ездить и так далее вот охрененный вариант все серьезно если тебя допустим те же самые пускай 170 тысяч рублей то есть близки можно найти хороший вариант каких-либо здесь доработок и складывание денег на будущее я не вижу брать надо по крайней мере от именно с нашим двигателем 2 литра 16 клапан и чтобы хоть чуть-чуть как-то ехал то есть он нормально принципе едет плюс механику у нас автомат это как бы риск это рулеточка пацаны рулеточка то есть у в истории каждого автомобиля есть какой-то промежуток там да допустим до момента как она выпустилась до момента как она там глядь хер на честь не случилось и вот в этот промежуток несколько хозяев попадают есть раз там два три бывает их много бывает один на всю историю автомобиля и вот эти промежутки если много хозяев то все равно рано или поздно что-то здесь навернется причем конкретной или это будет коробка или это будет двигатель понятное дело что это будет на чем-то промежуточки кто-то попадет это пацана рулетка здесь никто не застрахован то есть я думаю что если ты возьмешь что-то именно ты попадешь ну как ты хотел не хватит и платишь 150 тысяч на подвести ты хочешь чтобы тебя ничего не даже не ломалась на также не бывает на единственное может быть косячок такое заметил то что ты когда нажимаешь на педаль тормоза и резко его убираешь то есть у тебя ботинок упирается в рулевую тягу то есть там находится вот такой промежуток эту руку заснул возможно это связано именно с нашей коробкой то что здесь как бы настоит автомат то есть педаль тормоза большая может быть из-за этого что на механике может такого нет но действительно если у вас большие кроссовки будут такие большие с такими носами но мы не сможете на этом автомобиле передвигаться может у вас хотя можно нахуй носочком нажал девчонки то есть поэтому принципе это не проблема ну так такой косяк нашел но коробка все равно чуть толчок был как бы не знаю ну пацаны это это руле . на понятное дело с этим толчком можно еще пять лет отъездить пассажир насколько до этого до моего панда мои покупки ездил с этими толчками как бы ну это все понятное дело ремонтируется но это реально стоит очень дорого что касается от места сзади я не сел но по крайней мере вот за мной я так-то парень взрослый вместо принципе достаточно то есть снизу мы сиденье так у нас от форму две формы можно сказать что хотят торьем конечно же можете подсветка кстати для задних пассажировщиков находится практически сзади над головой то есть обычно где-то здесь и втыкает или сбоку да где ручки мы сделали сделали там плюс сзади как вы сами видите беган 2 вот примерно по моему такое же было решение то есть вот это как бы бардачок его специально открыл чтобы не забыть про него то есть вот он видите открытый также сиденье складывается также там лючок для крупных этих грузов грузов есть ну как называется кошкин дом кошкин дом по поводу людей которые сидят на форуме есть такой ну и форм там сайт где-то люди общаются называется он peugeot 406 то есть я когда думал ну да я почитаю про тачку может что-то действительно там новенькое интересное узнаю в основном конечно же проблемы и знаете на многих сайтах есть ссылка допустим на какой-то определенный другой сайт допустим социальной сеть вконтакте ну у меня вконтакте сейчас будет так сложились обстоятельства что достаточно большое количество друзей и я открыл реально форум да я даже там нахрен не регистрировался ничего не было но я открыл форум а слева были маленькие такие окошко и там мои друзья сидели с контакта то есть я даже лица узнал то есть пацаны при этом я так понимаю что вы или владельцы или будущие или просто владельцы этих автомобилей пожалуйста вот оценил скажем так ваш автомобиль ваш выбор да если вы ездили или ездите до сих пор как бы ну пацаны чего это вы то шарите ехать не просто так подписаны нахуй на дядю мишу правильно вы про шарили изначально то есть кто подписался тот в жизни шарит пожизненно то есть вот ваш выбор я же выбрать оценил это вы же не коза взяли правильно вот тачка там нахуй вы же к нахуй это не стали брать другие автомобили мало от молодцы молодцы базара нет эта машина пацаны реально найти вот с тех времен когда вот влад сташевский реально был популярным ведь посмотрите сейчас я включу просто вам композицию это моя любимая композиция как бы конечно то есть в лапа шански когда вот сеть не тот сочинял вот он вот реально это машине ездят знаете то есть не было кассета и вот он ее сюда запихивал кассету дал все это гонял а ебаный влад ташевский еб ты блять где он сейчас так и пацаны кто знает напишите для я вообще его в пищу лет уже не видел живу хоть ладно пацаны это был выпуск посвященный скажем так выбор таз или иномарка всем спасибо за просмотр всем пока это меня друзей и нет врагов меня уже никто не ждет лишь только эхо горьких слов любовь здесь больше не живет это меня друзей и нет врагов меня уже никто не ждет лишь только эхо горьких слов